Для детских театров прошедшие 11 месяцев стали настоящим испытанием на прочность. Создание новых форматов в связи с карантином, значимые визиты и исправление ошибок прошлых лет. И все это для того, чтобы увидеть в своих залах долгожданного зрителя. В этом году новогодняя кампания традиционно начнется со второй половины декабря. А пока театры активно готовятся к праздничному сезону. Карантин сильно повлиял на атмосферу в каждом культурном учреждении. Без зрителей и постоянных репетиций на сцене, признаются артисты, пережить период было непросто. Форуму пришлось приходить быстро, ведь после перерыва хотелось сделать как можно больше, чтобы вернуть театрала в зал. У нас очень многие артисты, они не хотели даже денег, ничего, лишь бы дойти работать. Потому что сегодня, да, они на самоподготовке, но сегодня артист без сцены, я не говорю уже без зрителя, они уже без зрителя привыкли у нас. Но без сцены сегодня артист, он не может жить, это нереально. Одесская филармония анонсировала несколько концертов. В этом году утренники для детей под запретом в связи с необходимыми карантинными ограничениями. Но несмотря на небольшое количество запланированных выступлений, по сравнению с предыдущими годами, музыканты продолжают репетиции и уже мечтают масштабно отметить юбилей театра – 90-летие. Дарить новогоднее настроение одесситам готовится и украинский театр. Здесь зрители готовы радовать разнообразными комедийными и драматическими постановками. Среди любимых спектаклей артистов – премьера по мотивам пьесы «Эмигранты», «Собачье сердце», «Сорочинская ярмарка» и, конечно же, «Тени забытых предков». Приобрести билеты на спектакли можно на официальных сайтах театров. Мы уже сделали два концерта нашего оркестра. И сейчас, на 18 грудня, мы готовим тоже святковый концерт оркестра. Музиканти шуткуют. Так, легкая, новоречная, ридвяна музыка с хорошими жартами. Мы приглашаем всех. Сегодня одесситы уже знают, что концерты нашего оркестра под кироглистом маэстро Игоря Знатукова – это такие хорошие, яскравые театральные події. До того ж, ми в театрі завжди по понеделкам вихідний, але ми задіяли навіть понеделки. По понеделкам у нас разом з Культпросвітом, з об'єднанням Культпросвіт, ми проводимо поки що безкоштовні покази документальних фільмів українських з дискуссиями, з обговореннями, з творчими групами. І ті одесситы, хто все таки спостерігає за діяльністю нашого театру, вони вже знають, що по понеделках вони завжди приходять до нас. Зараз перед мною лежить розподіл ролей на нашу нову виставу. Ми розпочинаємо вже роботу на цій виставі. Називається вона «Загнаних коней пристрілюють чи неправда». Резисером вистави буде Павло Івлюшкин, головний балетмейстер нашого театру. Тому ви самі розумієте, що там буде багато танців, багато буде пластики. Для театральних коллективів новогодній сезон в цей раз особний. Работати приходиться в новому режимі. Пока настроение більше робочее, чем предпраздничное. Но, по словам актерів, обмен енергией со зрителями помогає быстро восстановити сили і зарядитися вдохновенням на нові спектакли. Коли у тебе вдруг було, і ти не цінил. Було, і ти не цінил. І це було само 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 розумієще. Много роботи, багато ще чогось. А вдруг, коли у тебе все це забрали, і забрали в одну секунду, і тебе сказали 13-го числа «Уходи». І непонятно, коли «Приходи», а потом вдруг все-таки сказали «Приходи» і дали в руки текст, і дали в руки спектакль, то у нас вдруг получилась какая-то такая перестройка, что ли, я не знаю, или какая-то подмена понятий. І получилось так, що ти вдруг, вдруг стал ценить то, що не цінил раніше. Другий ритм был раньше жизни, коли ми могли ночі репетувати, Саше, вспоминай, утром играти в какой-то ще здесь спектакль, бувало і такое, і вечером. Даже не утром, ми могли здесь играти спектакль, і потім ще в другому спектаклю вечером приймати участие, понимаєте? Или бежать з одного спектакля на репетицію, наприклад, к тому же Максиму Галенко на «Инеиду». Вспомні, коли він здавал, у нього була сдача, у нас був спектакль антрепризний. І ми быстро з одной сцени приїжджаємо в машину сразу же на другу. Карантинні меры ніхто не відменяв. Для вашої же безопасності во время пребування в театре нужно знаходиться в защитной масці. А для бронування міста доступна лишь половина зала. Бросить зрителя в таке непростое время театри не можуть. Упустити свій шанс порадувати одеситов новогоднім представлением – просто преступление. Свою роль колективи уже выполняють. Репетиции идут полным ходом. А вы не забудьте подарити себе і своїм близким билет в новогоднюю сказку. Татьяна Барумбей, Юлия Пальнова, телеканал «Репортер».